Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите канал Линии обороны и с вами я, Наталья Черняковская. Сегодня особенный день, потому что сегодня мы встретились с Валерием Дмитриевичем Соловьем, чтобы взять у него интервью. Валерий Дмитриевич, здравствуйте! Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте, дорогие друзья! Валерий Дмитриевич, скажите, пожалуйста, судя по тому, что посадили Марка Гальперина, день гражданской солидарности, который прошел 29-30 ноября, можно назвать удачным. Что вы думаете на этот счет? Да, к великому сожалению для Марка, я боюсь, что здесь есть связь. День этот солидарности, который мы организовали довольно быстро, я бы сказал, даже поспешно, получил отклик. Это, с моей точки зрения, означает, что общество готово реагировать. И он оказался действительно успешным. Больше 20 регионов, 30 населенных пунктов, от маленьких поселков до крупных городов. И плюс наши планы по введению этого дня гражданской солидарности в практику, отзывы, которые мы получали, очень много желающих присоединиться. Поэтому, боюсь, это и стало побудительным мотивом переквалификации приговора с условного на реальность. Ну и плюс, второе обстоятельство, может быть, оно даже важнее первого. Все-таки не стоит переоценивать собственные успехи. Второе обстоятельство связано с тем, что в стране готовится введение чрезвычайного положения. Сейчас идет его обкатка. И вовсе не обязательно объявлять юридически чрезвычайное положение. Можно постепенно внедрить все его элементы. Если оно будет объявляться юридически, то, скорее всего, это произойдет весной следующего года. Все понятно. Насколько я понимаю, в названии акции «День гражданской солидарности» специально не было использовано слово «политика» и слово «протест». Почему? Наталья, вы совершенно верно охарактеризовали. Мы избегали этих двух слов, поскольку люди их побаиваются. Я имею в виду не гражданских активистов. Гражданские активисты, особенно те, которые не первый год в политике, назовем это политикой все же, они прекрасно знают, что к чему. Но для того, чтобы вовлечь людей, находящихся в неусловно группы профессиональных активистов, надо избегать пугающих их слов. А в России слово «политик» считается фактически крамольным. У нас право на политику имеет только верховная власть. И слово «протест» вызывает у людей страх тоже. Обратите внимание, кто бы где ни протестовал, они говорят, нет-нет, мы не о политике, мы защищаем чистоту нашего поселка, что мы не хотим, чтобы здесь был мусорный полигон, неважно, в Щелканове или в Шиесе, просто этого не хотим. Или мы не хотим, чтобы здесь был храм на месте сквера, или мы не хотим того-то. Они все говорят, что это не политический протест. Ну, если люди этого боятся, давайте не будем их пугать, давайте не требовать от них больше того, что они в данный момент могут вместить. Есть такая французская поговорка, немножко циническая, сейчас ее уже не употребляют, что даже от самой красивой девушки не надо требовать больше того, что она в состоянии дать. Нельзя от людей требовать больше того, на что они готовы. И приохочевать их к организованным более или менее действиям, именно гражданским, надо постепенно. Надо, чтобы люди видели, что речь идет о защите их фундаментальных интересов. Это право на достойную окружающую среду, на достойную медицину, образование, право не быть репрессированным, защита от произвола. Это то, что они понимают. Не хотят они это считать политикой, ради бога. Вы, как специалист, в том числе по Франции, помните, что... Помните героя Мольера, который всю жизнь говорил прозой и только на старости лет об этом узнал, на склоне по тогдашним временам лет? Пусть люди считают, что они не занимаются политикой. Это вполне приемлемо. Поэтому мы назвали днем гражданской солидарности. Есть, конечно, и второй смысл. Люди, где бы они ни протестовали, они ощущают свое одиночество. Очень острое. Представьте себе, если мы все вместе выходим в один-два дня, это чувство одиночества начинает разрушаться. Вдруг мы выясняем, что нас много на каждом километре. От Калининграда до Владивостока, от Ноябрьска, в данном случае, до Туапсе, как это реально было во время дня гражданской солидарности. Везде у людей одни и те же проблемы. Везде мы можем находиться на связи, благо современные масс-медиа это позволяют. И вот это ощущение единства, это на самом деле формирование гражданской ткани. Даже не гражданское общество. Это превращение подданных в граждан. Мы осознаем, что мы граждане, мы защищаем свои гражданские интересы. Вот такая идея лежала в основе, давайте назовем, концепции дня гражданской солидарности. Все, казалось бы, довольно очевидно, но для России это первая практика. Ничего подобного в России еще, заметьте, не проводилось. Потому что мы предложили людям выходить и говорить о тех проблемах, которые актуальны именно для них. Мы им ничего не навязывали. Где-то это проблема политзаключенных, где-то это экология. Экология на первом месте стояла. Социальная проблематика тоже делит с ней первое место. Пожалуйста. На ваш взгляд, почему российское общество оказалось настолько аполитично? Почему люди боятся этого слова «политика»? Это результат тоталитарного строя Советского Союза? Или все-таки это разочарование вовлеченности в политику, которая произошла у людей после 90-х, когда их обещали демократию, а на самом деле просто обманули? Наталья, это не то и не другое. Не надо ругать советы. Тем более, как раз конец Советского Союза. Это было время очень бурной политизации общества. Почти мгновенной по историческим меркам. Да, вы помните. И я в этом участвовал очень активно. И это даже не результат на усталость 90-х годов. Это результат сознательной политики, проводимой властью. Власть предложила обществу что-то вроде социального контракта. Вот с начала нулевых годов, когда она стала укрепляться, я имею в виду власть Путина и тех людей, которые входят в правящую группировку. Вы отказываетесь от участия в политике, но взамен вы получаете возможность, давайте назовем это, обогащаться. То есть вы предоставляете всю эту политическую материю, конкурентные и неконкурентные выборы, справедливые и несправедливые высоты нам, власти. А сами занимайтесь бизнесом, наращивайте свои доходы. Благо, возможность была. Нефтяные цены, которые прорелись на Россию, от них, в общем-то, получили пользу очень многие. Обширные социальные программы реализовывались. Несмотря, конечно, на колоссальную коррупцию и воровство, ну, в общем, кому-то доставалось много, кому-то чуть-чуть, но уровень жизни действительно рос. Это было заметно. И особенно это хорошо замечали жители крупных городов, где очень быстро сформировался новый средний класс, уже постсоветский средний класс. То есть это была такая, если хотите, сделка. Она не всем нравилась. Помните, были протесты против фактического перепрофилирования НТВ, были протесты в виде марша несогласных. Но большинство людей делалось, с их точки зрения, рациональный выбор. Ну, что нам эти конкурентные выборы? Ну, да, побеждает Единая Россия. Нам это не очень нравится. Хотя Путин был популярен. Ну, он этого хочет, ладно. Ну, он удачливый президент, все получается. Мы же живем лучше. То есть они обменяли повышение экономического уровня, повышение своего богатства, ну, не богатства, конечно, но рост благосостояния, что богатство было и у немногих, на свободу. А в результате получилось то, что не могло не получиться. Помните знаменитую фразу? Тот, кто готов пожертвовать свободой ради безопасности, не получит ни свободы, ни безопасности. Это и получилось с нашими людьми. Они потеряли благосостояние 2016 года. Они его просто потеряли. Даже то небольшое, которое было, и вдруг выяснилось, что у них нет свободы. Все, что они пытаются сделать, тут же преследуется. Или окриком их предостерегают, или начинают бить по головам. И отнюдь не фигурально, в прямом смысле слова, как мы видели во время московских протестов. Но давайте смотреть правде в глаза. Это был наш выбор. Мы его сделали сами. Это был выбор большинства общества. Да, у него не было опыта демократии. Демократия, если хотите, на него свалилась. Может быть, и не все ее хотели. Но теперь-то люди прекрасно понимают, как, оказывается, важно иметь равенство всех перед законом и действующий суд. Потому что суд в России – это насмешка, это издевательство над здравым смыслом, над самим понятием права и понятием справедливости. Как важно иметь конкурентные выборы, потому что тогда вы можете повлиять на что-то. Как важно иметь реальный федерализм, потому что тогда ваш голос что-то значит на муниципальном уровне. Деньги не забираются в Москву. У вас остается их достаточно, чтобы решать свои проблемы. Как важно иметь весь тот комплекс свобод и прав, которые называются демократией. И я могу вам сказать, русские очень полюбили демократию. Им само слово сейчас не нравится. Им не нравится слово демократии, либерализм. Но как только вы заговорите, а вы хотите конкурентные выборы? Они скажут да. Честный суд вам нужен? Все скажут да. То есть все ценности, которые называются демократическими и либеральными, включая свободу выезда, наше общество уже приняло. Но не успело именно сладиться. Их отобрали. И теперь придется за них бороться. Ясно при этом понимая, что есть, оказывается, отчетливая связь между демократией и вашим уровнем жизни. Оказывается, она есть. Но для того, чтобы люди эту связь осознали, им пришлось нести серьезные потери, я бы сказал, колоссальные. Им пришлось и приходится много страдать. И, к великому сожалению, для нас, я скажу, что самое тяжелое еще впереди. По счастью, для нас это самое тяжелое будет не длительно. Нас ожидает самое тяжелое время. Тяжелое в том смысле экономически? В экономическом и в политическом, и во всех смыслах. Я еще. Со следующего года. По счастью, это время окажется непродолжительным. С начала года? Я бы сказал, что все-таки с ранней весны, может быть, поздней зимы, ранней весны. Вот так. Но гречку уже надо закупать. Да и дело не в дефиците провизии. Гречки в России хватит. Это все-таки не советское время. Нам будут работать другие обстоятельства. Мне бы не хотелось, чтобы у нас был шанс в этом убедиться. Но я боюсь, без этого уже не обойтись. И нам придет через это проходить. То есть мы прошли какую-то точку невозврата уже. Мы прошли точку. И я бы сказал, эта точка невозврата, это действие нашей власти. Понимаете, нигде, ну не то что нигде в России, пожалуй, условия для изменения всегда создавала сама власть. Ее политика. То есть не оппозиция. Ну давайте не переоценивать наши действия, точнее их эффективность. На том, гражданских активистов в политике оппозиции. Потому что дорогу к потрясениям всегда в России прокладывала сама власть. Неважно, был ли это император Николай II, потом премьер-министр Керенский, потом президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев, а сейчас президент России Владимир Владимирович Павлович. И те, кто реально с ним. Вот они проложат дорогу и прокладывают, поверьте, настойчиво к потрясению. На чем держится ваш оптимизм относительно пробуждения гражданского общества в России? Ведь у нашего народа очень низкая планка. То есть когда маячит кризис очередной, они, как я сказала, либо гречку бегут выкупать, либо менять доллары. Вот недавно, помните, был случай, когда изменили правила, ввели новые тарифы на медицинское свидетельствование, и народ вместо того, чтобы выйти протестовать против новых цен, побежали в поликлиники и выстроились в очереди, и чтобы успеть оформить по старым ценам. Мой оптимизм основывается, во-первых, на историческом опыте, во-вторых, на наблюдениях за повседневностью, и, в-третьих, на хорошем знании качественной социологии. Я довольно неплохо представляю, что происходит в массовом сознании, в обобщенном массовом сознании. Что касается исторического опыта, поверьте, в истории России были гораздо худшие времена, и нам удавалось... Ну, какие-то были опричнены. Вы знаете, можно и опричнены, можно и опричнены. И 18-й год гражданской войны. И, конечно, повторения не будет, это я могу совершенно точно сказать. И 90-е годы для нас были непростыми. Но мы, те, кто живут в России, это очень сильные люди. Это очень сильные. Мы способны выкарабкаться. Это первое. Это исторический такой, знаете, оптимизм. И я прекрасно знаю, что вот эту пессимистическую песню заводит власть. Она людям постоянно говорит, ну, не напрямую, а через работу в социальных сетях. У вас ничего не получится. Что-то будет гораздо хуже. Да что вы, не дай бог, вы куда-то рыпнетесь. Все-все-все пропадет. Это сознательное нагнетание депрессухи и формирование синдрома выученной беспомощности. Через Кремль. Вас бьют. Да, совершенно верно. Вас начинает бить. Нынче, не как гражданских активистов во время манифестации, а по мозгам. Вам говорят, у вас ничего не выйдет. Это, поверьте, абсолютно неправда. Страну можно изменить довольно быстро. Второе. Я в данном случае не в том порядке отвечаю, в котором перечислил фактор оптимизма. Для того, чтобы изменить страну, не надо, чтобы 100% хотело изменений. Не надо, чтобы 90%. Надо, чтобы те люди, которые хотят изменений, готовы были приступить к определенным действиям. Я имею в виду под этими действиями исключительно мирный гражданский протест, естественно. Достаточно меньшинства. Но меньшинство это окажется успешно в том случае, если его поддержит большинство. Так вот, это время пришло. Если вы посмотрите социологию, оказывается, у нас две трети населения хотят кардинальных перемен. Кардинальных. И второе, что очень важно. Вот сейчас 13% наших граждан считает, что главное препятствие на пути перемен – это нынешняя власть. 13% уже говорят об этом открыто. Официальная социология. Да, это данные левадоцентра, которым можно вполне... А через год, даже меньше, таких окажется ровно две трети. То есть 60-70% будут говорить, будут уверены, что главное препятствие на пути перемен власть. С точки зрения качественной социологии, превращение этого тренда в тенденцию, означает, что масштабный и острый полички конфликт уже запрограммированы. И вот здесь уже как раз начинают работать те люди, которые хотят перемен, которые за эти перемены борются и которые предлагают какую-то альтернативу. Альтернатива – это очень простая. Мы хотим разумно организованной жизни. И в этом весь секрет. Не надо иметь несколько экономических образований, не надо иметь степень, там, да, доктора наукой. Достаточно здравого смысла для того, чтобы организовать жизнь. Вы очень просто понимаете, что если вы воруете, значит, ваши подчиненные будут воровать. Потому что они берут пример с вас. Правильно? Если вы забираете у регионов деньги, у них нет стимула к развитию. Это же настолько очевидная вещь. Если вы тратите деньги на вооружение, забирая их у школы здравоохранения, вы не получите здоровых и образованных людей. Это же все находится на поверхности. Но я знаю и не сомневаюсь в том, что в России достаточно трезвомыслящих людей. И тех, которые выросли в последнее время, и тех, которые старше, гораздо старше 30 лет, их в стране хватает. Как только для них откроется возможность, как отчасти это было в 90-е годы, после дефолта 98-го года, когда власть перестала трогать бизнес. Она его оставила в покое. Вы увидите, что наши люди предприимчивы, работоспособны и талантливы. Потому что они будут работать на себя. А если вы у них забираете все в виде налогов, притеснений, давления, если вы им не даете взглянуть ни налево, ни направо, ни вверх... Ну, понятно, да. Да. Так что основания для оптимизма очень серьезные. Они кроются в самой нашей истории, в нашем духе. Но нам предстоит преодолеть очень тяжелые времена. Еще раз повторю, по счастью, эти тяжелые времена окажутся недолгими. Так, существует мнение, что народ в России никогда не влиял на политику. Власть всегда была далека от народа и делала, что хотела, то есть как бы в изоляции. А народ эту власть каждый раз просто старался пережить. Возможно ли сломать этот шаблон? Да, существует такой стереотип. Он существовал до февраля 17-го года, потом он изменился. Вдруг выяснилось, что народ кое-что способен. И тот урок, который вынесли большевики, они вынесли урок, что есть стихия. Если эта стихия просыпается, с ней очень сложно иметь дело, очень сложно вести берега. И для того, чтобы отучить эту стихию восставать, они создали самую жестокую в мире машину социального давления. То, что сделали большевики. Потому что русские – это очень непокорный народ. Если вы посмотрите историю России до 20-го века, точнее, до 20-30-х, вы с удивлением обнаружите, что это чуть ли не мировой чемпион по числу восстаний и бунтов. Вся история России – это история восстаний и бунтов. Постоянно. Просто это очень редко приобретало характер крестьянских войн, как это называли. Типа Пугачевская или Войны Разина. Но вот как сейчас гражданские протесты идут по всей России. Мы о них не знаем. Потому что они носят локальный характер. Так постоянно в России были бунты, восстания. Они не приобретали общенационального размаха. Русские – это очень непокорный народ. Были до того, как большевики не стали их бить по головам и по рукам. Потому что они боялись. То есть это практика именно за большевиков? Это вполне большевистская практика. Потому как бы не ругать условно царизм, как его называли в советских учебниках, он никогда не был настолько жесток и беспощаден по отношению к собственному народу, какими были коммунисты. Но правда, коммунисты сами изменились. И, допустим, отечественный вариант общества среднего класса был создан прибрежным. Когда люди стали лучше жить, когда стало спадать это напряжение, когда у них уже мечты были не о всемирной революции, но условно. И даже власти это поощряло. А о том, чтобы ломаную крышу сделать в своем дачном домике, да квартирку получить, да очередь за «Жигулями», да стали хрусталь покупать, царфоровые сервизы, да, и золотые украшения, вот так. Так что не надо недооценивать потенциал нашего народа. Другое дело, что для того, чтобы этот потенциал использовать, он должен быть направлен в некое, не то, что позитивное, даже созидательное русло. И сейчас, мне кажется, мы очень близки к этому. Потому что история, это очень важно понимать, это не приговор. Это не то, что обрекает. Не то, что обрекает на ее повторение. Это абсолютная чепуха. Потому что меняется мир, меняются люди. И меняются взгляды. Изменить взгляды людей, условно, систему ценностей можно в течение 15-20 лет. И мы видим, как русские превратились, на самом деле, вполне в европейский народ. Они хотят того же. Мы чего хотим? Мы хотим нормальной, обеспеченной жизни? Или мы хотим мучиться? Неужели мы похожи на героев Достоевского, который мечтает пострадать? Это всегда было заблуждением. Это всегда было культуроцентрическим мифом, не имевшим никакого отношения к действительности? Мы хотим спокойной, сытой, буржуазной, бюргерской жизни. Этого хотят все. Если вы спросите русских, где они себя ощущают комфортно? В Китае, в Японии или в Европе? Вы увидите, что в Европе русские – это классический европейский народ. С некоторой спецификой. Это чистая правда. Наши ценности, наши ориентации, обеспеченная жизнь, предсказуемость, хорошая медицина, образование, наши требования, такие же, как у любого европейского народа. Никто не хочет завоевания, никто не хочет восстановления Советского Союза. Смотрите, максимум, максимум – это был Крым, это удовлетворило национальную гордость великоросса. Если вы спросите сейчас, проведете опрос, вы готовы своих деточек отдать в армию для того, чтобы восстановить величие России, восстановить ее в рамках Советского Союза? Какой вы ответ услышите? Исключительно отрицательно. Самый распространенный страх женщин в провинции, имеющих детей, это страх войны. Никто не хочет войны, никто не хочет имперского, уговоря красивым языком, перенапережения. Так что мы готовы к этому. Мы к этому готовы. Это не означает, что у нас сменится режим, моментально установится демократия. Это неправда. Этого не будет быстро. И надо отдавать себе отчет, что для некоторых вещей необходимо время. Для того, чтобы иметь полноценный парламент, вам надо пройти двое или трое общенациональных выборов. Полноценные партии. Это потребует от 8 до 12 лет. Вы имеете в виду 4-5 лет. Ну да, если брать средний цикл 4 года, давайте, конечно, надо будет сокращать срок полномочий и парламента, и президента. Это безусловно. Возвращаться к 4 годам. К 4 годам. Может, президентские полномочия и 5, но это дискутируемо в любом случае. Но то, что их надо сокращать, это безусловно. А конституцию надо менять от сверхпрезидентской? Да. Мне кажется, что Россия была бы ближе французской модели организации. Мы не можем перейти к парламентской, потому что для того, чтобы был полноценный эффективный парламент, нужна полноценная эффективная партия. Для того, чтобы эти партии появились, требуется время. Вот те самые пресловутые от 8 до 12 лет. в любом случае, мы можем получить, сформировать здоровое, адекватное правительство. Адекватное. Понимаете? Здесь главное слово это норма. Норма и здравый смысл. Два главных выражения, которые будут проводить политику в интересах подавляющего большинства общества. Ну, если судимость снята, почему нет? Я бы так уточнил. Потому что у нас много сейчас политзаключенных, которые, безусловно, должны быть администрированы. тот состав, который у нас сейчас в Совфеде, например, сидит. А, в этом? Каждый седьмой. Знаете, если люди будут избирать членов Совета Федерации, избирать, они, наверное, будут делать выбор, основываясь на своих критериях в здравом смысле. Эти критерии довольно простые у наших людей. Они ничем не отличаются от критериев людей других стран. Вы предпочтете не иметь в депутатах уголовника. Если вы предпочтете, опять же, это ваше право. В Соединенных Штатах мэром Ушниттона становился человек, отсидевший с ручью. Это ваше право. Но если он у вас за наркотики. Там была тоже расовая специфика, чернокожая голосовали за чернокожего кандидата. Но если он защищает ваши интересы, так тому и быть. Если вы совершили ошибку, в чем преимущество демократии? Вы можете исправить. А не как сейчас, это уже навсегда. Это цементируется на 20 с лишним лет. Так что, да, мы к этому придем. Но начинать все придет с экономики, социальной сферы, с восстановления, в прямом смысле слова, слово реформа уже здесь неуместно, с восстановления здравоохранения образования, их придется восстанавливать. И на это уйдет не меньше 10 лет. Надо отдавать себя. Вы много говорите о роли женщин в протестных движениях. Это связано с меняющимся сознанием женщин в сторону феминизма или женщины выходят на протесты, потому что это не делают мужчины? К стыду для мужчин я бы сказал, что ответ это ваше второе предположение. Мужчины боятся. А женщины они очень остро ощущают, что есть ситуация, когда нельзя бояться, потому что несут ответственность за детей. Это очень заметно в экологических протестах. Там движущие силы выступают женщины. И второе это конечно когда речь идет о защите прав заключенных. Когда сейчас детей фактически схватают, обвиняют невещом, сажают любой матери сердце дроби. Но произойдет следующее. Это такой механизм во многих странах был. Кстати есть масса исследований специально посвященных роли женщин в политических кризисах и в революции. Эта роль почти всегда, по крайней мере, в странах условно-европейской традиции, иудео-христианская, она очень заметна. Роза Люксембург опять же сразу приходит на такие христианская примеры. Я думаю, что женщины вынудят часто происходит в мужчин включаться. Я могу вам сказать, что при всей жестокости российской полиции, а российской гвардии, у них есть некое негласное указание, что не надо влупить женщину. Вы можете всегда привести, а вот как же эпизод, когда избили. Ну, в общем, им настоятельно рекомендовано от этого воздерживаться, поскольку это может вызвать очень сильную реакцию. Именно избиение женщин. Вообще случаи с избиением женщин известны, например, на мусорных протестах. Обратить внимание, это запоминается. Когда бьют мужчину, вы на это внимание не обращаете. А когда женщину, это вызывает более острую общественную реакцию. Это привлекает больше внимания масс-медиа. И в общем, они стараются, они понимают политическую опасность. Политическую опасность женщин. Они стараются избегать того, чтобы женщины превращались в казус белли, что женские бунты это очень известная история. Так, хорошо. В мировой истории были прецеденты, когда общество сначала выбирало свободу и демократию, но через некоторое время разворачивалось назад и снова выбирало сильного вождя, жесткую руку, диктатора и так далее. Так произошло в Германии в 30-е годы прошлого столетия. И то же самое случилось в России на рубеже 99-го и 2000-го годов. Действительно ли имеет место такой феномен, как бегство от свободы, описанное Эрихом стромом в его книге и некоторым обществам действительно нужна жесткая рука? Я считаю, что это очень привлекательный, но все-таки неверный миф, ошибочный. Очень популярен, поскольку он перекладывает ответственность людей, совершавших конкретные действия и допускавших конкретные ошибки на некую, знаете, такую фаталистическую силу. Вот так привыкли, вот такая воля народа, вот так нация это и ведет. Совсем не так, поверьте. Давайте эти примеры разберем. Допустим, в Германии, когда к власти пришел Гитлер, были совершены вполне конкретные ошибки, конкретными политиками, в том числе советскими лидерами, Сталиным, который призвал коммунистов выступать против социал-демократов. Гитлера можно было остановить. Нацизм можно было остановить. Германия не была обречена на него. Точно так же в России на рубеже 90-х нулевых годов, а представьте себе, что в качестве преемника Ельцина был бы выбран другой человек. Виктор Степанович Черномырдин. Это у Немцова не было шанса. Не было шанса. Вот Виктор Степанович Черномырдин, если бы он стал премьером, и что? Мы бы сейчас, конечно, с вами что-то обсуждали и критиковали. Но согласитесь, не то подобие диктатуры, которая сейчас возникла. То есть вы имеете в виду, он не был чекистом, и это была основная ошибка? Это очень, от этого очень много зависит. История это, я вам как историк скажу, это не предопределенность. Это очень интересное сочетание случайности, совпадений и хитрого переплетения обстоятельств. Никакой предопределенности в истории нет. Развитие по спирали вот этого тоже. нет. Кроме одного мы все умрем. Мы все появились на свет божий, все умрем. Вот это неизбежно. Все остальное контекстуально. Поэтому ничего не было предопределенного. Это совершеннейшая неправда. В противном случае многие азиатские страны до сих пор бы влачили жалкое существование, но они же изменили свою судьбу. На самом деле все начинается вот чего. С появления группы людей, это именно группа небольшая, сплоченная, а даже не обязательно сплоченная, которая говорит мы изменим правила игры. И все. И она следует этим правилам. Она показывает образец некоррупционного поведения, а если кто-то нарушает это правило, где он оказывается? Там, где должен быть по закону, в тюрьме. И за 10 лет эта группа способна изменить траекторию развития. Целой страны. Целой страны. Можно заложить основание целой цивилизации. Понимаете? Все зависит от тех, кто наделен властью, обладает ресурсами, но главное волей к изменениям и стремлением помыслить лучший мир. У вас должно быть желание помыслить лучший мир не для себя, потому что у нас в России власть мыслит лучший мир для себя, своих детей, внуков, правнуков и в каком-то поколении. Посмотрите, они как грызуну тянутся в собственные норки. И норки находятся не здесь, не в России, они находятся за границей. Причем в Европе. Да, ну конечно в Европе, не в Азии же, где еще, не в Азии, не в Африке. Да, да, совершенно верно. А представьте себе людей, которые говорят, нет, у нас огромные деньги, но мы 50 миллиардов долларов потратим не никому не нужные олимпийские игры, результаты которых спущены в унитаз, в прямом смысле слова. Мы их потратим на то, чтобы запустить жилищную программу для нуждающихся. И для тех, кто беден, мы дадим бесплатное мы организуем льготную ипотеку. Но не как сейчас выше 10%, а по 3% годовой. Как в Канаде. Какому человеку при жизни в России поставят золотой памятник. Он решил жилищную проблему. Вы думаете, это нельзя было сделать? Можно было. Я спрашиваю, можно было. Как ты не понимаешь, объемы воровства другие. Объемы. Видите, о чем? Как только вы начинаете думать, в прямом смысле слов о людях вы способны изменить политику. Она будет другой. И не было никакой предопределенности в том, что именно Путин окажет свою власть. Или Германия бы оказался где-то. В истории крайне редко бывает так, что отсутствует альтернатива. Всегда есть возможности, всегда есть уникальные стечения обстоятельств. Это не тот случай, когда вы ступаете. Нет, но если вы хотите все время наступать на одни и те же грабли, то скорее всего результат будет тот же. Но вы разнообразите свое поведение. Я вам могу сказать, что вот сейчас ситуация в России имеется в результате довольно тяжелого политического кризиса. Очень тяжелого. Он будет тяжелее, чем я предполагал, у меня уже нет в этом сомнений. И потери будут в его результате. Вот из этого кризиса нам надо будет извлечь уроки. Но уроки придется извлекать всем, в том числе элите. Потому что как только вы понимаете, что вас могут свергнуть, вы начинаете себя вести иначе. Когда вы знаете, что ваши полномочия ограничены двумя легислатурами два по четыре года, о чем вы будете думать? Во-первых, о том, чтобы перезбраться на следующий срок. Правда? Это нормально. Но тогда вы должны что-то сделать для людей, иначе они за вас не проголосуют. Дело не в том, что демократия это идеальная система правления, для того, что она эффективна с точки зрения организации наших с вами интересов. Мы должны иметь возможность сменить власть, мы должны иметь возможность на нее повлиять, и мы должны поставить результаты действия власти в зависимости от нашей воли. То есть это инструментально выгодная для нас система правления. Дело не в том, что это ценность. Вот Черчилль, вы помните эту знаменитую фразу, там, демократия наилучшая из наихудших систем правления, но у него есть менее известная фраза, на мой взгляд, более точная, что лучший аргумент против демократии это разговор со средним избирателем. Это чистая правда. Но таковы мы люди, и демократия больше для нас подходит, понимаете? И в России можно реализовать точно так же, как в Польше, как в Чехии, как в Литве, Латвии, Эстонии. Захватит ли Китай Россию? Ну, это очень распространенная и ни на чем не основанная страшилка. У нее есть некое логическое основание, связанное там с разницами демографических потенциалов. Посмотреть достаточно статистику численность населения Китая, численность населения России и демографическую разреженность Русской Сибири, Дальнего Востока. Но китайцам это не нужно. Жить в тех местах не очень комфортно, я бы сказал, совсем не комфортно. А природные ресурсы они и так получают. Зачем им это? То есть это очень серьезное преувеличение, по крайней мере. Им это не нужно. И численность китайцев там в общем не очень растет. И нет смысла для них. Тогда как остановить разграбление наших природных ресурсов в Сибири, на Дальнем Востоке и теми же китайцами? Вот здесь мы возвращаемся к тому пункту, который ранее с вами обсуждали. Это вопрос исключительно к власти. Потому что Россия страна, которая обречена, честно говоря, еще очень долго делать главную ставку на экспорт природных ресурсов. Вопрос в том, как вы их экспортируете и на что вы расходуете доходы. Если вы расходуете доходы, на престижные, но не нужные людям проекты типа спортивных состязаний, и на то, чтобы эти деньги вывезти за границу, вот смотрите, за 18 лет путинского правления Россия получила от экспорта ресурсов 3 триллиона долларов. около того. Понятно, что часть пошла в бюджет, но наверное, не меньше половины было вывезено. Если вы посмотрите, в каких дворцах и ни в одном дворце живут русские чиновники и русские олигархи за границей, вы поймете, где эти деньги находятся. А теперь представьте себе, что нам удалось сократить коррупционную ренту. Но не победить коррупцию, ни Финляндия, ни Норвегия, хотя бы сократить. Что мы направляем эти деньги на здравоохранение и образование, чтобы наши детки и наши взрослые были здоровыми, а детки получали полноценное питание, хорошее образование. И оказывается, нам потребуется гораздо меньше денег, чем сейчас. А ресурсов у нас хватит по частству надолго. Поверьте, более того, их хватит на всех. Вопрос исключительно в том, как мы расходуем деньги, полученные от экспорта этих ресурсов. И на перевооружение промышленности тоже хватит. Так, а с коррупцией что получается? Мы не сможем ее победить? Сможем. Мы сможем, по крайней мере, справиться с наиболее вопиющими проявлениями коррупции. Мы сможем побороть коррупцию как системный элемент экономики. она сейчас просто встроена в госуправление, в экономику. Вот с этим мы можем справиться. Коррупция ведь важна не бытовая, да, там, условно, взятка гаишников. Это, конечно, производит удручающее впечатление, но не это самое главное. Главное, это коррупция, которая встроена в систему управления. Вот это главное. вот, скажем, у нас много и по делам обсуждают историю, как Россия прощает свои долги и стран африканских, азиатских, которые еще с советских времен накопились. А знаете, почему это происходит? Из-за коррупции. Да, потому что чиновники, которые курируют, начинают объяснять, что мы должны простить эти долги. Но чиновники, получается, этого долга откат. Ну, это понятно. Они получают откат. Нет, это не означает, что Россия смогла бы полностью вернуть там эти десятки и сотни миллиардов долларов. Нет. Но она точно могла бы получить что-то для себя. Вот это как раз случай коррупции, встроенной в систему госуправления. И вы думаете, об этом никто не знает? Об этом знают все. Знают все, потому что та или иная страна закреплена за тем или иным курирующим чиновникам. Все об этом знают. А почему это происходит? То есть даже можно имя назвать, кто своровал? Да. Да, это известно. Мы с вами не будем называть имен во избежание юридических претензий. Ни к чему. Но это все знают. Любой противный чиновник это знает. Если вы с ним будете говорить не под камеру, он вам расскажет, как и что делается. А потому что это можно. Понимаете, система управления, она строится в соответствии социологическим принципом. Те, кто внизу копирует поведение и ценности тех, кто наверху. И это спускается сверху вниз. Только вы начинаете менять ситуацию наверху, не сразу, но она постепенно начинает меняться на ниже стоящих ступенях. Это не означает, что чиновники должны мало получать. Абсолютно чекуга. Они должны иметь хорошие зарплаты, чтобы достойно жить. Чтобы не было желания воровать. Да. Но чтобы не было желания воровать, у государства надо отнять великое множество функций. Ни к чему оно ему. К чему государство лезет вовсюду. Регулирует социальные сессии, лезет в нашу переписку, в нашу постель, объясняет нам, что этично не надо. Мы сами взрослые самостоятельные люди. Как нибудь в этом разберемся. Государство или там кто-то хочет построить мусорный полигон. Я допускаю, допускаю, что возникает очень серьезный конфликт. Как это делается на Западе? К вам приходят и начинают говорить, вот такая проблема, вот здесь подходящая территория. Мы понимаем, что это создает неудобства. Мы готовы компенсировать. Денежным выражением такое-то, то есть вы можете остаться здесь, использовать либо компенсат должен быть достаточно, чтобы вы могли перебраться в любую точку. Все начинается с договора с обществом. Понимаете? А если нет никакого договора, это грубое насилие, естественно, общество будет сопротивляться. протесты. сказали, что русские всегда были очень непокорным народом. Но сейчас мы видим страх выходить на протесты, и вы сами подтверждаете, что мужчины боятся выходить протестовать. Что нужно сделать, чтобы научить российское общество протестовать? Наталья, поверьте, для этого власть делает все, что надо. Репрессии? Нам даже с вами. Не надо стараться. Нет, нам надо стараться. Потому что Маадзадон в свое время очень точно сказал, стол не сдвинется, пока его не передвинут. Потому что когда у людей появится массовое желание выйти на улицу, они вывалят. Они вывалят. Надо придать их движению некую организованность и смысл. это очень важно. Чтобы это вернулось на пользу нашему обществу, а не против обществу. Вот это очень важно. И в этом задача гражданских активистов. Показать, что существуют разумные формы сопротивления, давления, влияния. Стать известными это очень важно. Потому что люди идут за теми, кто известен. Им надо на кого-то ориентироваться. То есть лидеры общественного мнения. Да. За лидерами не просто лидерами, а теми, кто готов выйти на площадь, буквально, повторяя Галича, назначенный час. Это время приходит. Оно придет очень скоро. Но поверьте, выведем на улицу людей, не мы с вами, их власть. Она их заставит выйти. Она их просто выдавит. Они бы хотели отсидеться, но им просто придется выйти. А вот насчет лидеров общественного мнения. В недавнем интервью вы говорили, что одна из причин провала Координационного Совета после Болотной, который организовался, это именно наличие в нем не гражданских активистов, а лидеров общественного мнения, таких как Дмитрий Быков, который хороший публицист, аналитик, но он не гражданский активист. А сейчас вот как понять, кто это должен быть? По поводу Координационного Совета, это кстати оценка Марка Гальперина, я с ней абсолютно согласен, я об этом не думал никогда, но он был абсолютно прав, когда мне рассказывал, что он считает причиной неудачи Координационного Совета оппозиции. Понимаете, если это различные сферы деятельности, одна сфера это писать книги или быть журналистом и влиять на умы, и другая сфера это организация гражданского сопротивления. Заниматься гражданским сопротивлением вы должны как основным видом деятельности. И тогда вы забываете о том, что вы писатель, вы журналист, вы ученый, вы превращаетесь в другого типа, другой тип человека, другой тип деятеля, точнее. Вот такие люди должны этим заниматься, это вполне нормальный процесс. Нет, вы можете на время перейти в эту область, потом вернувшись к писанию книг, своих ярких памфлетов. Но в тот момент, когда обществу требуются массовые организованные гражданские практики, вы должны ими заниматься профессионально. Или посвящать, по крайней мере, этому все свое дело. Очень быстро превратитесь в профессионалы. Буквально за месяц. В России обучение идет очень быстро. Все гражданские активисты прошли одинаковый путь. Сначала они ужасались, потом они стали писать письма в надежде на то, что здравый смысл работает, потом они шли в суд, потом они писали президенту Путину, а потом ничего не оставалось, как просто выходить на улицу, на дороге, ложиться под машины, потому что надеяться не могут только на себя. Это первое и второе, это принципиально важно. В России власть считается только с теми, кто сопротивляется. Как только вы сопротивляетесь, у вас есть шанс чего-то добиться. Как только вы пытаетесь поверить ее честному слову, ее обещаниям, ну, сейчас все будет нормально, договорись, она вас обманет, что в ее глазах вы не стоите ничего. В России чешской жизни стоит нет. Именно в России. именно сейчас российская черта. Можно это обнаруживать в российской истории, особенно 20 века прослеживать, и мы найдем множество подтверждений, корней, но это все нужно изменить. У нас должна быть сделка. Мы договариваемся о том, и мы смотрим, как вы соблюдаете. Мы за вас проголосовали, мы наблюдаем. Они же хотят увековечить свое положение. Они хотят выдавливать и знать все соки. Как в рекламе, из этого апельсина мы получим 110% сока. Вот она и выжимает все, что хочет. И плюет, а потом апельсин взяла и выбросила. Зачем вы нужны? Как только вы отступили, дали потачку, дали слабину, вы не строите ничего. Как только этот протест становится массовым, тут же власть начинает рассыпаться. она сильна нашим страхом. Поверьте, она сильна только нашим страхом. Пример, пожалуйста, Карабаново, Владимирская область, мусорный полигон. Вышло 3,5 тысячи человек наметено. Пятая часть населения этого небольшого поселка. Пошли на попятную. Но они отменили? Заморозили строили? Сейчас идут на попятную. Я вот общаюсь с инициативной группой. Они говорят, что сейчас шаг за шагом они отступают. Не сказали, что еще. Потому что они боялись, что весь город станет на ДП. Что там 3,5 тысячи? Мы поехали снимать. Три женщины ехали с одиночным пикетом на КПП в Михали. Нас встречали несколько сотрудников правоохранительных органов. Две машины ДПС и дорога была перекрыта КамАЗом. Они боятся динамики. Они боятся динамики. Они боятся людей. И перелом произойдет. Даже трех женщин. Женщин особенно боятся. Их совершенно верно. Они боятся, что этот тренд перерастет тенденцию. И перелом произойдет тогда, когда полиция вдруг увидев все это скажет нет. там есть идиот из Росгвардии. Пусть они. Нет. Это будет происходить без декламации, без крика о том, что мы переходим на сторону народа. Тихо по-русски испортился телефон, исчезла связь, заболел, нет бензина. Все будет происходить так, как всегда происходит в России. Вы вдруг увидите, что вот эта трехсоттысячная Российская гвардия, эта гигантская машина подавления, ее просто нет. Это гигантская фикция, как все в России. Как в России фикция суд, фикция власть. Современная Россия. Да, совершенно верно. Потом все увидят, что король голый. Совершенно верно. Причем это сначала накапливается, но происходит это вдруг. В течение нескольких дней все начинает сыпаться. И те, кто сидел в Кремле, вдруг часть из них знаете, а мы всегда были на стороне народа. Вы увидите, как телеведущие, которые проклинают любую оппозицию, ведут последовательную борьбу против здравого смысла, вдруг начнут нам объяснять, что они всегда были против этого. Если бы не они было бы гораздо хуже. Киселева с Соловьевым нет шансов, я думаю, никаких. У них на этот случай есть гражданство, понимаете, есть гражданство. Симоньяну, у нее же дети граждане США, а скажут, что она поедет. Охота на ведьм, значит, предстоит. Нет, нет, никогда не надо действовать под тем правилам, которые нам пытались навязать этот лед. Ну, я думаю, что доказанные налоговые правонарушения и даже преступления в любой западной стране считаются очень серьезным обвинением. И как только вы, следуя исключительно букве закона, предъявляете доказательства о колоссальных налоговых преступлениях, а поверьте, их было немало, допущенных теми или иными личностями, вам их охотно вернуть. Да, будет юридическая процедура, проволочка, но тем слаще будет миг возмездия. Да, известный пример с Доном Корлеоне за неуплогу на уроке. Совершенно только закон. И закон это очень действенный инструмент. Не без закона, а закон. Он позволяет сделать очень много, если вы хотите им воспользоваться. Так, еще вот такой вопрос. Есть мнение, которое, кстати, высказывают некоторые историки, что власть в 17-м году в России сменилась, потому что при царском режиме индустриализация общества не могла быть проведена. а индустриализация это именно то, что требовало то время. Сейчас время требует цифровизации. И как раз этот режим путинский не дает эффективно строить цифровое будущее. Как вы думаете, это может также послужить причиной смены режима? Наталья, в истории никогда не действуют императивы от социологической демократизации, модернизации, инфраопатизации это абсолютная чепуха. В России действуют люди, которые в меру своих сил и понимания формулируют те или иные задачи и потребности. А что получается в итоге, никто предсказать не в состоянии. Выглядит это как? Ваша страна отстает. Кого-то это вполне устраивает, ибо он бенефицар отставал. А кому-то это категорически не нравится, он хочет жить в другой стране. Вот мы с вами хотим жить в другой стране. И большинство людей уже хочет жить в другой стране. Мы начинаем менять ситуацию. Мы меняем ситуацию в направлении здравого смысла и большей свободы. Не надо поощрять цифровизацию. Поверьте, в свободном обществе она будет развиваться сама собой. Дайте свободу. Придет бизнес, государство знает, царство хочет избавиться от ряда функций. она хочет сократить свой аппарат. Она говорит, прекрасно, мы все это переводим в цифру. Вы действуете теперь сами. Вы не должны никуда приходить, чтобы регистрировать там свою ферму. Как это делается в Эстонии? 15 минут уже зарегистрировали. Все делается онлайн. Пожалуйста. Но действовать будут люди. Но движимы они не тем, что мы отстали по цифровизации. Обычно людьми движут другие вещи. Стремление к свободе, стремление к справедливости, стремление к лучшей жизни. Они хотят будущего. Сейчас наша страна находится в положении, когда никто не видит будущего. А мы хотим, чтобы оно было у нас, у наших детей, у наших внуков. Вот это движет людьми. Поверьте, о цифровизации в этот момент не думает никто. О модернизации тоже не думает никто. Люди устроены иначе. Это потом задним числом начинает им приписывать какие-то абстрактные императивы. Не императивы движут истории. Люди. И последний вопрос. Часто в ваших интервью вы делаете отсылки к Владимиру Ильичу Ленину. Какое, на ваш взгляд, наиболее точное описание для этого человека? Национальный герой, лидер общественного мнения или кровавый карлик? Может быть, вы что-то предложите? Это очень интересно, но все три определения могут быть точными в зависимости от того, в какой группе вы адресуетесь. Для одной группы это национальный герой, для приверженца в одной из взглядов, для других он кровавый карлик. для меня, если я использую свой исторический бэкграунд и некоторую профессиональную историю, Ленин, и особенно в контексте нашего разговора, это человек, у которого были на самом деле заурядные интеллектуальные способности, заурядные. Он не был ни философом, он не был никаким ни политэкономом, это просто при советах ему пытались приписать достоинства корифея всех наук. Никогда ничего подобного с ним не было. И в помине он был человеком, который очень тонко почувствовал ключевой момент истории. Дважды или трижды в своей жизни, ну я бы сказал трижды, он это почувствовал. В октябре 17-го года, потом, когда он заключал Брестский мир, это был очень рискованный шаг, и затем, когда он переходил от военного коммунизма к НЭПу, он почувствовал, что надо совершить некие неординарные шаги. И вот это превращает, превратило лидера небольшой партии, если хотите, партии сектантского типа она была по смыслу. Человека, социал-демократическим. Человека, изменившего, ну по названию, она не была социал-демократической по духу никогда. Большевики были социал-демократами, большевики нет. Но была на самом деле секта, довольно тоталитарного типа секта, где шла борьба за лидерство внутри этой секты, который почувствовал, как изменить ход истории. И он изменил. Вот в этом было его величие. И критический момент истории имеет значение только это. политическая интуиция. Политическая интуиция и воля. Потом еще была воля для удержания. Для цены это обернулось колоссальной ценой. Поэтому назвать его кровавым палачом вполне можно. Причем если посмотреть на то, как Ленин действовал, он, конечно, разжигал гражданскую войну. Безусловно. Безусловно. Ему, думаю, доставляло некоторое самозабвенное удовольствие. Он от этого получал. Возможно, хотел отомстить за прошлое, в том числе за брата. Возможно, были какие-то другие причины, лежащие скорее в области психологии индивидуальной. Это очень, кстати, важно, поверьте. Вот индивидуальный психологический профиль. Но как историческая фигура, он интересен и важен только тем, что он уловил ключевые моменты, когда сделал ключевые шаги. Вас делает только одно. В нужное время, в нужном месте вы делаете нужный шаг. Или произносите нужную фразу. И вы меняете историю. Надо почувствовать этот момент. И он почувствовал. Это его отличало от всех лидеров большевистской партии. За исключением, возможно, Троцкого. Троцкий тоже чувствовал. И все-таки его нужно похоронить. Да, я безусловно сторонник того. Я не думаю, что надо на счет разводить в детскую и обществе к этому уже вполне готово. То есть некий символичный смысл должен быть? Эпоха завершилась. Действительно, культурная историческая эпоха. 20-й век для нас завершился. Коммунисты будут против? Ну, что делать? Если они будут против, пусть попытаются помешать. Они упустили свой исторический шанс, понимаете? И не сейчас, а в 91-м году. Они пустили его тогда. В 91-м? Ну, конечно. Они потеряли власть. Они потеряли власть. И больше никогда в России класть. Удержание в 91-м там, по-моему, все шло. Ну, давайте я, конечно, утрирую, но условно на рубеже 80-х-90-х годов. А у них был шанс все-таки удержать? Там, по-моему, просто так складывалось все абсолютно без вариантов. Нет, нет, это не совсем так. Был шанс даже тогда выскочить. Как-нибудь об этом могу рассказать подробнее. Подробнее, но до 19-го августа 91-го года у них был очень неплохой шанс вырубить. Очень неплохой. А в 96-м году был? Был, конечно. Зюганов был? Да, если бы Зюганов призвал как раз гражданскому сопротивлению после первого тура выборов, он знал, что он выиграл первую туру выборов не Ельцин. В России бы произошла мирная, но ее бы назвали потом первой цветной революции, она бы прошла под красным знаменем. Он бы выиграл. То есть два раза они упустили в недавние исторические... И это говорит о них все. Они исчерпали свой волевой потенциал. Я нисколько не верю, что Россия левая страна. В России ничего левого на самом деле нет. Русские это очень правый народ, очень индивидуалистический. Понимаете, у нас под львизной понимается желание отомстить. богатым, знатным, в основном даже не богатым уже сейчас, а чиновникам. Жить чиновникам. Но желание отомстить мне очень хорошо понятно. По-человечески хорошо понятно, хотя его не разделяют из рациональных соображений. Ничего левого в этом нет. Левизна это солидарность. Покажите, где у нас солидарность. Если бы у нас была солидарность, мы с вами за что боремся? Мы боремся за то, чтобы минимально объединить людей. И что, коммунисты их объединяют? Что, Компартии находятся во главе этого процесса формирования гражданской солидарности? Где вы левых увидите в этом процессе? Последнее объединение коммунистов с Навальным. Где? В МГД. Как объединились, так и разошлись. Это же прекрасные люди. Ну, просто сейчас многое стало меняться, и коммунисты КПРФ, они понимают, что время перемен подошло. Если они хотят сохранить себя как политическую организацию и обеспечить себе политическое будущее, им надо будет тоже пускаться в очень рискованное плавание. Но они пока не готовы. А им нужно будет перекраситься в другие цвета, все-таки отказаться от красного флага? Это очень интересно. Я думаю, что в России есть запрос на такую ортодоксальную левую идентичность, связанную с именами Ленина Сталина, вполне. Есть такая группа людей, ради Бога, пожалуйста. И есть группа, да, людей, сориентирующихся на социал-демократический вариант. Там, на общество, где акцент был сделан на распределении. А часть, мы об этом, кстати, говорили, но я всегда говорю, что перед тем, как начать распределять, мы должны начать что-то делать, созидать. То есть запустить экономический рост. Как только вы обеспечите экономический рост 7-8% прироста ВВП, кстати, при Путине некоторое время это было. У нас там прироста ВВП переезжали китайские некоторое время. Благодаря, конечно, нефтяным ценам, но благодаря экономическим свободам. Как только вы обеспечите этот рост на протяжении 10 лет подряд, вы можете задумываться о том, не пойти ли вам условно по социал-демократическому пути. По крайней мере, настроение начнет точно усиливаться. Но до этого придется идти по пути либерально. Это вопрос здравого смысла, это вопрос обеспечения условий для будущего страны и всех ее граждан. Сначала надо наращивать национальное богатство, а только потом его распределять. Спасибо, Валерий Дмитриевич, за этот интересный разговор. Надеемся на новую встречу. С удовольствием. Спасибо, Наталья. Спасибо всем.